Я приехал на конференцию из Екатерины. Я работаю главным научным сотрудником в Институте физики металла. Для нас это физика, потому что мы исследуем свойства в основном, несмотря на то, что делаем синтез. Приехал мой коллега, я здесь работаю. Как раз здесь очень интересны физико-химические свойства. Как всегда, на стыке двух наук, на стыке физики и химии происходит самый удивительный ответ. Кроме графена, графана, еще новая структурная разновидность углеводослоевая, причем исследуется. Это графин. Я кандидат химических наук и работаю в Институте неорганической химии в лаборатории физико-химии и наноматериалов. Да, институт физики полупроводния был. Человек не может думать о мыслях другого человека, пока не будет их считать своими. Это может только научное сообщество определять. Само, в своей среде. Мы же прекрасно знаем, кто чем занимается. У нас сейчас занимаются в основном прикладными вещами. То есть пытаются открыть запрещенную зону, пытаются сделать какие-то функциональные материалы на основе графена. Но все же вот, например, пара постеров здесь есть, пара докладов, которые начали заниматься такими более фундаментальными вещами, там, сверхопроводимость. Скажите, а зачем нужна фундаментальная наука? Фундаментальная наука зачем нужна? Представляете? Продолжение следует...